МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Асем Кощегулова. Судный перевод Марата Жумабекова. Визитная карточка Алакольского района должно стать здоровое, активное спортивное население. В этом регионе уделяется большое внимание развитию спорта и формированию здорового образа жизни. Буквально в прошлом году на средства мецената в селе Лепсинск был построен спортивный комплекс. А уже сегодня, в преддверии 25-й годовщины независимости и в рамках благоустройства населенных пунктов в Шарале, открыт целый квартал с парковой, зеленой зоной отдыха, детскими и спортивными площадками. Общая протяженность комплекса 525 метров. Для приезжих это красивая достопримечательность для местных, возможность приятного досуга, прогулок с детьми и занятий спортом на свежем воздухе. Буквально прошлой весной этот участок вдоль улицы Дулепова в центре у Шарала был пустырем. Поросший бурьяном, он ежегодно был центром внимания комиссии по санитарной очистке, так как превращался в стихийную свалку. Теперь это одно из красивейших мест районного центра. Этот новый объект стал подарком жителям и гостям города 25-летию независимости. Это потрясающий подарок 25-летию независимости. Уверен, что все жители оценят. Посмотрите, какой продуманный комплекс. Здесь можно отдохнуть всей семьей. Я знаю, какое большое внимание уделяет развитию населенных пунктов Акимобласти Аманных Баталов. И хочу выразить признательность, что у нас в районе на бюджетные средства построена такая универсальная зона отдыха и досуга. Здесь рядом школа, колледж, гимназия. Для них это хорошая возможность заниматься спортом буквально перед занятием или после. 225 метров, 11 тысяч квадратов. Это площадь только первой очереди новой достопримечательности. Продуман каждый квадратный сантиметр. Уже весной зазеленеют газоны и запестреют цветами большие клумбы. Летом включится фонтан. Такого, гордятся ушаральцы, нет ни в одном районе. Ночью каждая струйка воды будет подсвечена цветными огнями. Нашло здесь место и площадки для футбола, игры, которую любят и взрослые, и дети. Большая протяженность парковой зоны, радость для юных велосипедистов. Дорожки со специальным прорезиненным покрытием, хорошие для любителей утренних пробежек. Сразу после открытия активные приверженцы здорового образа жизни опробовали тренажеры. Более полусотни спортивных снарядов рассчитаны как для укрепления общего здоровья, так и для разработки каждой группы мышц. Воспользоваться ими можно в любое время года и в любое время суток, поскольку здесь будет светло и уютно и днем, и ночью. Освещение продумано, оно энергосберегающее. Каждая лампочка 50 ватт всего потребляет. 40 фонарей в час потребляется на всей аллее 2 киловатта. Освещение хорошее, можно читать газету, идти на ходу даже. Использовались все местного производства. Закупался только фонари, полигаль, металлопрокат и зеленый газон. Остальную брусчатку, бордюры, все делали сами, все производили сами. Привлекали местное население из центра занятости. 9 человек трудоустроили, они работали и до сих пор работают. Не побеспокоят отдыхающих знойные лучи солнца или осадки. Над каждой скамейкой предусмотрены навесы. Есть и крытые беседки. До 30 ноября будет завершена и вторая очередь, заверяют строители. Ее украсят вот такие малые архитектурные формы, площадка для волейбола, пинг-понга и многие другие сооружения. По мнению горожан, они хотели бы, чтобы визитная карточка Алакольского района стала здоровое, активное и спортивное население. Поскольку вход сюда всем свободный, а главное – бесплатный. Представители старшего поколения тоже с удовольствием опробовали тренажеры. Скажем так, размялись. В санаториях или спортивных залах нужно платить за занятия. А здесь все бесплатно и доступно. Кроме того, ремонтируются дороги, проводятся уличные освещения и центральный теплоисточник, водопровод, канализация. Словом, Шарал полностью соответствует статусу города. Со сдачей второй очереди общая площадь парковой зоны будет 20 тысяч квадратов, а общая протяженность – 525 метров. Ее открытие генеральный подрядчик обещает в канун Дня независимости. Нас Гульбошанов, Зал Мусипов, телеканал ЖТСУ. Уже 15 районов и городов Алматинской области объехала специальная комиссия по санитарной очистке. Проверяют они не только чистоту и порядок, но и благоустройство территории. На этот раз оценка дана работе, проведенной в Каратальском районе. Подробнее в следующем сюжете. Один из самых крупных сельских округов Каратальского района – Бастубе, где проживают более трех тысяч человек. Первым делом областная комиссия посетила мусорный полигон села. Твердые бытовые отходы туда свозят не только местные жители, но и близлежащих районов. В год собирается порядка пяти тысяч тонн бытовых отходов. Казалось бы, должны быть чистыми и опрятными территории многоэтажа, где за этим следит КСК. Однако картина оказалась противоположная. Горы мусора возле контейнеров предстали вниманию проверяющих. Бытовые отходы вывозят всего раз в месяц. Но этого недостаточно, жалуются жильцы близлежащих многоэтажных домов. Во-первых, жители вот такие вот несознательные не сдают деньги на уборку мусора. А человек, который ответственный за это, она не может добиться. То трактора нету, то грузчиков нету, то денег не может собрать. Стали 200 тенге с квартиры и все равно не сдают. Вот такие вот люди несознательные. Но местные власти уверяют, мусор вывозят вовремя. Правда, иногда возникают проблемы с техникой. На сегодняшний день у нас возникли проблемы с автотранспортом. А так вот убирается еженедельно. Каждая квартира дает на это деньги и вывозит мусор. Сегодня после обеда мусор будет вывезен. На очереди город Уштобе. Во время весеннего месячника комиссия дала ряд конкретных поручений местным властям по ликвидации стихийных свалок. Сегодня территория школы имени Ильяса и Синберлина, русла реки, полностью очищены от мусора. Задание выполнено. На улице райцентра чистотой не блещут. Бутылки, окорки и мусорные пакеты оставляют сами горожане. Воспитать власть у местных жителей аккуратность и чувство долга намерены через штрафы и предупреждения. К слову, посетила областная комиссия сельских округа Балпах и Ескельде. Результаты еженедельных субботников налицо. Весь мусор мы собираем в одно место, а после вывозим на полигон. Только весной мы вывезли порядка 60 тонн бытовых отходов. Этой осенью планируем еще 50 тонн мусора вывезти. В целом на проведение санитарной очистки в Каратальском районе из бюджета было выделено 3 миллиона тенге и вывезено порядка 300 тонн мусора. До конца месячника власти района уверяют, все улицы, скверы и общественные места будут приведены в полный порядок. Асем Кощегулова, Ая Умсен, Сызбаева, Тимур Байбусынов, телеканал ЖТСО. Профилактика и раннее выявление – главное оружие против рака молочной железы. На сегодня во всем мире именно на этот вид онкологии приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин. А потому так важно вовремя пройти обследование, ведь даже такие заболевания молочной железы, как мастопатия или киста, могут в дальнейшем стать причиной развития рака. Обо всем этом рассказывали сегодня медики в одном из торговых домов Талдыкургана, предлагая всем желающим прямо на месте пройти обследование. Вся эта очередь в магазине отнюдь не за дефицитным товаром. Пройти обследование у мамолога в субботу, да еще и на рабочем месте. Воспользоваться такой возможностью поспешили многие женщины. Кабинет здорового образа жизни при городской поликлинике организовал эту выездную акцию специально в выходной день, чтобы охватить профосмотром и информационной работой как можно больше представительниц прекрасного пола. Это очень важно для женщины. Сами себе не можем уделить время, больше заботимся о семье. Женщины, мы все очень заняты, не можем выбрать время. И поэтому, когда нам идут на такие уступки, мы очень довольны. Нам это очень понравилось. Каждую женщину осмотрел мамолог. Кому-то сразу сделано значение. Кого-то отправил на УЗИ диагностику, которая, кстати, как и осмотр, полностью бесплатна. Пройти скрининг просто необходимо, говорят медики. Ведь по результатам обследования практически у каждой четвертой женщины выявляются различные заболевания груди. У нас в городе в прошлом году проведено по скрининг программе обследование 3,5 тысячи около. Из них выявлено 459 женщин патологиями малышной железы, доброкачественными, злокачественными. Из них 17 женщин заболели злокачественными заболеваниями малышной железы. Они в данное время получают лечение областном онкологическом диспансере. Такая выездная акция в рамках Всемирного дня осведомленности о раке молочной железы пройдет в Талдыкургане еще не раз. До 15 ноября Центр ЗОЖ планирует провести осмотр женщин еще в нескольких общественных местах и организациях областного центра. Но и в целом врачи советуют не затягивать с осмотром. Мы просим всех женщин в свое время обращаться, если беспокоят малышную железу. Вовремя обращаться на малышский кабинет городской поликлиники из районов областного онкологического диспансера. Чтобы вовремя могли выявить и вовремя они получали лечение. Дина Баранбаева, Айбек Акшулаков, телеканал ЖТСУ. Во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова состоялся вечер памяти народного артиста Советского Союза и Республики Казахстан. Лауреата Государственной премии профессора Иркегали Рахмадеева. В программе прозвучали произведения замечательного композитора. Иркегали Рахмадеева называют классиком, ярко проявившимся в музыкальном искусстве последней трети прошлого века. Помимо выдающегося вклада в развитие национального оперного искусства, Рахмадеев известен как создатель нового жанра симфонического кюя. Его оркестровые сочинения в этом жанре «Дайрабай» и «Худаша Думан» музыковеды относят не только к вершинным творениям их создателя, но и всего музыкального искусства Казахстана. Иркегали Рахмадеев основатель симфонического кюя, написал оперы, романцы. Таких талантливых людей очень мало, и вот творчество бессмертно. Мы продолжаем дело маэстро. В консерватории регулярно проводим конкурсы Иркегали Рахмадеева. Так выявляем талантов. По словам музыкальных аналитиков, поражает количество созданных маэстро произведений во многих жанрах, крупных и малых формах. Ныне уж столько не пишут. Впечатляет творческая энергия мастера при огромной общественной и административной занятости. Среди созданного им есть произведения, которые по сегодняшний день сверкают в его музыкальном наследии. По словам супруги, с которой Иркегали Рахмадеев прожил 50 лет, это был человек широкой души. Это был человек большого сердца. Любил Вильню не только свою семью и родственников, но и любил здесь казахский народ. Атомные испытания всеми по-латински. И чтобы Казахстан обрел свою свободу. Говорить можно о нем много. Очень гордился своим композитором, который тоже вышел с этих же мест, Муханном Тулебаевым. Иркегали Рахмадеев – единственный казах, удостоенный премии ЮНЕСКО. Его имя внесено в энциклопедию «Великие музыканты мира». На вечере памяти прозвучали все известные произведения маэстро в исполнении его учеников и артистов Алматинской областной филармонии имени Суэмбая. Кульназ Мустафа, Жасулен Шенгин, Жена Файдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Яркие динамичные соревнования, возможность научиться преодолевать сложные препятствия и превратности непогоды. Все это туристическое многоборье. Попробовать себя в амплуа спортивных туристов решили студенты и преподаватели ЖГУ имени Ильяса Жансугурова. Используя специальное снаряжение, участники преодолевали нелегкие этапы соревнований. На время они проходили условные болота, а также навесную переправу через условную реку с помощью подвешенной веревки. Именно такой маршрут встречается в туристических походах третьей категории сложности. Подобные состязания руководством университета совместно с областным управлением туризма организованы впервые, а потому являются своеобразным зарождением новой спортивной традиции. Зарождается у нас в университете новая традиция совместно с областным управлением туризма. Мы сегодня впервые проводим спортивные соревнования именно туристического плана. Но вообще, конечно, все мероприятия наши, в частности, сегодняшние мероприятия у нас посвящаются 25-летию независимости Республики Казахстан. Мы на деле хотим поддержать идею президента о здоровом образе жизни, о здоровом обществе. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин